Продолжение следует... Ужасно, конечно, эта трагедия задела весь мир. Но также я бы хотел добавить, что вот эти вот мрази-выродки, которые якобы обвиняют евреям в том, что они подожгли и похитили детей для того, чтобы принести их в жертвоприношение перед праздником Песах, я вам отвечу. Вы идиоты! Самые натуральные. Знаете, кто виноват в смерти ваших детей? Это те, кто у вас дают и берут на лапу. Вот. Тот, кто дал на лапу начальнику пожарной охраны, который должен был проверить технику безопасности во время пожара. Офицеру безопасности, которому дали на лапу и не проверял, закрывал глаза на запасные выходы. Все те чиновники, которые брали на лапу, чтобы закрывать глаза на все то, что в конце концов убило ваших детей. На руках чиновников кровь ваших детей. Послушай меня, мразь. Нас убили. Шесть миллионов. И продолжают покушаться на наши жизни. Но послушай и запомни на всю оставшуюся жизнь. Ты и тебе подобные. С тех пор, как мы сняли белополосатую форму гетто нацистской Германии и одели зеленую форму армии и обороны Израиля, ни одна тебе подобная мразь теперь не сможет поднять руку на нас. А если посягнет и попытается, отрубим по самой локоть. И так, что тебе подобные будут знать, что с нами шутки плохи. Мы отражали такие войны, что превосходили нас и в количестве, и в огневой мощи. С нами Бог. И сила. Чистая сила. Дорогие друзья, в преддверии праздника, Дня Независимости и Дня Памяти павшим солдатам армии и обороны Израиля, звучит следующая композиция. Мы, может быть, и маленькая страна. Но мы очень перспективная страна. Нет ни одной страны в мире, которая за такое короткое время стала стать богатой, красивой, безопасной. И мы умеем защищать своих детей. Мы проверяем пожарные системы. У нас такие жесткости в этом плане. И никто не берет взяток. А если и берут, но не там, где дети. Именно потому, что мы умеем защищать себя и свой народ, мы не прячемся за спинами детей, как палестинцы. Дети прячутся за нашими спинами. Да им-то и прятаться не нужно. Нам бояться некого. И мы будем воевать, будь то на поле боя с оружием в руках, или с гитарой, или в сети вести информационную войну. Но ни одна мразь не испортит имидж нашей нации, нашей страны. Поэтому следующая композиция – это гимн государства Израиля, который я посвятил всем нашим гражданам, а в особенности бойцам армии и обороны Израиля. Эта композиция немножко в моей интерпретации переделанная. Приятного прослушивания всем, дорогие друзья. Я вас люблю. С праздником. Мы должны защищать имидж нашей страны. Удачи всем. Делаем перепост, чтобы дошло до тех мразей, которые открывают свой рот. Дорогие друзья, я люблю свою страну. И буду защищать ее, будь то на поле боя, или здесь, перед камерой. Дорогие друзья, я люблю свою страну. Дорогие друзья, я люблю свою страну. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok